Мне это признали экстремисткой. Для меня это было шоком. Я отдал свои лучшие годы Инстаграму. Блогеры не понимают и не осознают происходящего. Все, лавочка накрылась. Буду работать на такси. Возможно, даже пойдет на завод. То есть это мечта 90% россиян станет реальностью? VPN все тоже будут баниться. Дело несколько месяцев, когда у нас будет суверен интернет. Блокировка Ютьюба, мне кажется, чуть ли не преступной. Ну, в Ротуб пойдем, неужели? Наши родники, православные ВКонтакте. Многие считают, что ВКонтакте отстой полный. Думать, что мы в России можем за даже полгода сделать то, что Ютьюб сделал за 15 лет, у нас, во-первых, денег столько нету. И людей таких нету. На Рутубе ты сидишь? На Ютьюбе? На Рутубе. Он мертвый, давай честно, он мертвый. Естественно. И это ли не окно возможностей? Да, я не вижу окно в группу, но я вижу окно возможностей в одноклассниках теперь. Поэтому ценность блогеров только возрастет. Не форбсы. Привет, друзья. Меня зовут Ярослав Бабушкин. Это не форбсы. И тема сегодняшнего выпуска на первый взгляд кому-то может показаться не очень важной, но тем не менее мы так не считаем и хотим узнать, что будут делать блогеры в России сегодня. Как они будут адаптироваться к новым условиям? Удастся ли им перелить свою аудиторию из Инстаграма и других заблокированных в России социальных сетей, например, ВКонтакте или в Телеграм? Будет ли там бизнес существовать на прежнем уровне? Сколько там будет стоить реклама? Как развиваться в этих социальных сетях? Может быть, большинство из них будут пользоваться теми же самыми Инстаграмом и так далее просто через VPN? Или кто-то даже покинет Россию, чтобы продолжать пилить контент? Давайте разбираться. Тверской суд Москвы признал мета-экстремистской организации и запретил в России соцсети Facebook и Инстаграм, принадлежащие этой компании. После этого начался плач Ярославны у одних блогеров Это просто, это вся жизнь, это душа! и великое переселение Инстаграм-народов во ВКонтакте и в Телеграм у других. Узнаете о том, когда я родила в Телеграме? Истерия дошла до такого уровня, что почти каждый уважающий себя пользователь Инсты решил создать свой ТГ-канал. Одна проблема – конверсия переходов из Инстаграма в Телеграм оказалась крайне мала. Запрет Инстаграма сильно ударил не только по инфлюенсерам, но и по малому и среднему бизнесу, который нередко использовал эту соцсеть в качестве онлайн-магазина. Ютуб пока что держится, хотя слухи о его блокировке ходят уже несколько недель. Да что уж там, несколько лет. Тикток запретил пользователям из России выкладывать видео, и если сначала запрет можно было обойти при помощи VPN, то теперь и он бессилен. Ограничения пока что временные. На фоне всего происходящего выиграли, кажется, только российские соцсети ВК, Одноклассники, Рутуб и Яппи. Недавно начались разговоры о новом отечественном продукте Росграм, но кажется, это фейк. Смогут ли эти соцсети заменить западные? Не заблокируют ли в ближайшее время Ютуб, Ватсап и Телеграм? И как россиянам в будущем вести свою онлайн, так сказать, жизнь? Об этом мы и поговорили с двумя десятками блогеров и экспертами рынка в этом выпуске. И начнем мы с серого кардинала российского мира инфлюенсеров, Ярослава Андреева, более известного как Эльф Торговец. Основатель рекламного агентства Wild Jam, который сотрудничает со 120 блогерами, среди которых Даня Милохин, Карина Кросс, Гусейн, Гасанов, Николай Соболев, Дмитрий Масленков, Дима Гордей и многие другие. Что сейчас делают блогеры? Ребята из Wild Jam, например. Неважно, из Wild Jam или нет, блогеры не понимают и не осознают происходящего. То есть никто из них не думает, что деньги закончатся, что рекламы не будет, что это все серьезно. Они... Ну, для них это первый кризис такой. Потому что коронавирус не был для них кризисом, так как коронавирус стал ростом интернет-бума такого некого, да, нового. И они не помнят, как это, когда чего-то нет. Когда я с ними общаюсь, многие из них не понимают происходящего или считают, что я где-то усугубляю ситуацию. То есть они думают, что сейчас все будет ок. И я надеюсь, что так и будет. Ну, то есть классно, если будет все ок. Они думают, что ты душнишь, да? Конечно, конечно, что я такой душнилый, что я надумываю, что я накручиваю, что я там зря паникую. При этом я не паникую, я адекватно пытаюсь объяснить все ситуации, что что-то переносит, что-то отменяется. И я вижу, что они так же ходят на ноготочки, на массаж и не экономят деньги. Ну, единственное, что экономят, потому что нет Офф Вайта, Гуччи и Лавиттона. Они уехали, и ты не можешь потратить деньги. Но в целом у них нет ощущения, что нужно что-то делать, откладывать или не тратить. Когда мы делали фильм про ТикТок, в комментариях больше всего отреагировали на историю вашего блогера Артура Бабича из Украины. Как у него сейчас вообще дела? Карьера невероятная. Что сейчас вот как поддерживаете? Любому блогеру из Украины, наверное, сейчас тяжелее всех. Артуру в том числе. Он очень сильно переживает за все происходящее. Он не находит себе места. У него семья, родные находятся на Украине. Он не знает, как им помочь. Он не знает, что делать. Он не знает, как быть. Ему тяжело. И... Я надеюсь, он справится. Но ему прямо очень тяжело. Очень. Многие ли уехали вот из ваших блогеров, кто с вами сотрудничает? Слушай, уехало, наверное, процентов 20-15-20. При этом, скорее, больше на панике, чем потому, что хотят уехать. И если мы берем 100% блогеров, кого я знаю, там 95-96%, неважно, уехали или нет, хотят остаться здесь и хотят продолжать здесь. То есть нет такого, что, ну все, мы на мир. Происходящее с зарубежными соцсетями в России стало большим ударом не только для блогеров, но и для продюсерских компаний типа Wild Jam. 80% бюджета – это иностранные бренды. Так много? Если не больше. Конечно, конечно. Мы очень круто встроились в мировую, в глобальную экономику. Мы очень все зависимы и соединены. И это хорошо. Опять же, я вот очень буду там биться за то, что нет ничего плохого от зависимости подобного. Наоборот, чем ближе мы ко всему миру, тем больше наша экономика. Мы тогда можем продавать и покупать не в 150 миллионов человек, а в 6 миллиардов. Это же намного круче. И когда мы говорим, что есть там какие-то крупные российские бренды, но они же тоже сильно зависят от мировых денег, они тоже очень сильно зависят от того, какая экономика в стране. То есть сейчас все компании, которые занимаются рекламой, будут воевать за вот эти 10-20% компаний, которые российские, Сбер и прочие? К сожалению, эти 10-20% тоже уменьшат бюджет. Сбер, Яндекс, любая компания, Аэрофлот, любая российская компания, которая существовала, бюджет на текущие месяцы будет в разы ниже. И мы будем воевать, конкурировать за крохи с этого стола, за крохи. И всем не то, что не хватит. Никому не хватит. Кто-то остался вообще из западных брендов? Слушай, я не особо смотрю, кто остался, потому что я смотрю исключительно маркетинговые бюджеты. Маркетинговых бюджетов сейчас никто не тратит. Все. Не так важно, остались или нет. И дальше вопрос, опять же, как поведут себя наши власти. Если, не дай бог, от обещания национализировать что-то они перейдут к делу, тогда точно уйдут все. Никто не потерпит прикосновения к частной собственности. Никто. Это будет как раз в один конец. И тогда все расторгнут контракт. Если в итоге сейчас все договорятся, все будет ок, и частную собственность не тронут, я уверен, что постепенно все вернутся. Мы большой рынок, у нас большая аудитория, и в целом с нами надо работать. Своими прогнозами с нами поделился и SEO креативного агентства Blacklight Максим Перлин. Насколько упало количество заказов, если мы говорим в чистом виде про блогеров. Примерно 20% клиентов вообще с рынка ушли. Порядка 60% клиентов находятся на халде, то есть на паузе. Говорят, что мы не понимаем, что это ситуация, мы не понимаем, как реагировать, мы не понимаем, можем ли мы сейчас размещать рекламу блогеров в запрещенных социальных сетях, поэтому все это халдируется. Мы ждем, выжидаем. Может быть, разблокируют TikTok, может быть, мы научимся работать с ВК, мы не знаем. 20% наших любимчиков, смельчаков остаются, работают, поэтому примерно аудитория клиентов, которая осталась и продолжает работать, с точки зрения блогеров снизилась в 5 раз. Мне это признали экстремистской. Для обычного пользователя это значит, что он не может писать свои контактные данные на различные сервисы типа Facebook, надо какое-то сейчас делать запрещено в России. Он не сможет заходить на эти социальные сети, не используя VPN. При этом, используя VPN, он сможет достаточно легально постить и пользоваться этой социальной сетью. Что это значит для агентств? Для медийных агентств однозначно, что это потеря огромного пласта работы, потому что официально заниматься промоутированием таргетированной рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram запрещено на территории России. Нельзя. Что это значит для агентств, как мы, креативных агентств, которые делают различные интересные компании, активности в этих социальных сетях? Скорее всего, это убьет огромную долю рынка. Я ее оцениваю в процентов 70-80. Но какие-то рекламодатели останутся, потому что останется и аудитория там, которая пользуется VPN. Рекламодатели будут бояться это делать. Они будут не прописывать рекламу в мета, в своих закупках. Это будет сложно идти по документам. Скорее всего, таких рекламодателей мало. Повторюсь, рынок сократится в процентов на 70-80. Для основателя скандального паблика МДК и управляющего директора блогерского агентства Invite Agency Роберто Панчвидзе блокировка Инстаграма в России сюрпризом не стала. Я немножко ожидал, что это было бы попозже, к концу года, про блокировку Инстаграма, потому что заявление, которое сказал один из представителей Facebook, мне кажется, только этого и ожидали наши власти для того, чтобы отрубить главный провод. Мы с начала прошлого года развиваем клипы ВКонтакте среди наших блогеров. Наши блогеры ведут свои сообщества, свои личные страницы, и поэтому мы в кратчайшие сроки перевели всех наших блогеров обратно в ВК. В принципе, они там уже присутствовали, но сейчас они сконцентрируются, конечно, только на этой соцсети, так что для нас это вообще не проблема. ВК умер, ВК сдох, как бы все говорят, ВК все. Ну, во-первых, сменилось руководство, совершенно другое. И у них есть понимание того, что для того, чтобы устануть платформу, нужно больше инфлюенсеров. Мы пришли, куча других этих тикток-домов пришло, и очень много серебра вернулось ВКонтакте. Это видно, вот даже вот вчера открываешь свою ленту в истории, видишь, как люди там делятся тремя ссылками. Телега и ВК. Телега совершенно не приспособлена для такого рода контента, потому что сейчас открываешь, у тебя тысяча один канал. Не концентрируется внимание на чем-то одном. Но лента ВКонтакте, которая сейчас перестраивается, она дает возможность тебе сконцентрировать внимание и на СМИ, и на инфлюенсерах, и на друзьях, и на сообществах. Известный автоблогер Стас Асафьев считает, что задуматься о том, как подстелить соломку на будущее, инфлюенсерам стоило уже давно. О том, что с Ютубом может что-то произойти, с Инстаграмом может что-то произойти, с Фейсбуком, с Твиттером и прочее, прочее. Это уже где-то идут слухи лет пять, наверное. И, а может быть, даже больше. Наверное, начиная где-то там с 14-го года плюс-минус. И если все это время люди, которые занимаются блогерством либо созданием какого-то контента на площадках, не предпринимали никаких шагов по поводу того, чтобы защищаться каким-то образом от подобных штук, а просто говорили, что вот, в какой-то момент нас всех заблокируют, и все будет очень плохо, что же делать и так далее, то ты к такой ситуации подходишь довольно в грустном состоянии. Потому что если у тебя все фишки стоят на красном, условно говоря, на каком-нибудь одной площадке, типа Инстаграм, это Ютуб, Фейсбук, неважно, то ты находишься в очень рискованном положении. Но я кроме Артемия Лебедева никого не могу вспомнить, кто бы развивал и Яндекс.Дзен, и ВКонтакте, и еще кучу российских соцсетей. Как-то это было немодно, что ли, мне кажется. Лебедев – это динозавр интернета, и этот человек про интернет российский особенно понимает примерно все. Ну, я думаю, что нет более соображающей головы в блогерской сфере, нежели Лебедев, ну, с этой точки зрения. Но то, что все не развивали площадки, тоже неправильно, потому что есть куча блогеров, кто имеет и миллионный Инстаграм, и миллионный ТикТок, и миллионный Ютуб одновременно. Притом понятно, что потребление контента в Ютубе, в ТикТоке и в Инстаграме, оно совершенно разное, и контент для этих площадок нужен тоже совершенно разный. И все спокойно это делают. Если взять большинство больших таких старых известных блогеров, там кому-то лет 7-10 уже там в медийном поле, у всех минимум 2-3 площадки довольно хорошо развитых. С нами на связь вышел Глеба Ти Ви, блогер-миллионник из США, суть выпусков которого заключается в том, что он дает послушать русскую музыку американцам. Основная аудитория Глеба находится в странах СНГ. Вот после блокировки Инстаграма лично у меня особо аудитория не просела. Максимум на 10% по просмотрам, ну, такая же активная осталась в плане комментариев, лайков и так далее, тому подобное. В целом просмотры в сторисах, просмотры на постах остались точно такими же. И, как я понял, что люди просто обходят блокировки через VPN. На сегодняшний день мы видим реальный отток аудитории из Инстаграма порядка 15-20%. Это немного. У многих Инстаграм работает, многие начинают пользоваться VPN, поэтому какое-то количество аудитории на сегодняшний день там есть. Я думаю, что количество этой аудитории будет постепенно снижаться, потому что нам кажется, что пользуется VPN легко и просто. На самом деле сервис тормозит, это не очень удобно, не очень удобно им пользоваться. На самом деле люди будут готовы переходить на другие сервисы или отказываться от пользования Инстаграмом, если это будет технически неудобно. И плюс ко всему, вы же понимаете, что мы все связаны. Если все меньшее количество блогеров, все меньшее количество ваших друзей и пользователей будет постить какие-то материалы в социальной сети, то и находиться там будет скучнее. Я думаю, что в реальности мы можем прийти к точке, где аудитория Инстаграма в России снизится в более чем в два раза. Активность в Инстаграме сильно упала в последнее время. Вину-то мой очевидны, на мой взгляд, три фактора. Первый из них с начала военной операции, некая неуместность контента, который обычно в Инстаграм появляется. Ну, не очень хочется выставлять какие-то секси-фоточки или фотоеды, или какие-то марафоны, какие-то танцы, даже имиджевые прогулки по городу, красивые фотографии. Не очень хочется выставлять, потому что все-таки идет спецоперация, гибнут люди с той или иной стороны. И как бы веселиться в этот момент не очень хочется. Это первая причина, почему контента в Инстаграме стало меньше. Вторая причина – это прямая, это блокировка. Инстаграм заблокирован, он теряет часть аудитории. Во время блокировки ты понимаешь, что там и так уже меньше людей, не так все активно, непонятно, как работает. У кого-то работает, у кого-то не работает. Поэтому контента там становится меньше. Но, повторюсь, блокировка отрезала примерно 20% аудитории Инстаграма. И третий фактор – это страх, потому что несколько дней назад Инстаграм признали экстремистской организацией. И не совсем понятно, как власть будет воспринимать активный постинг и работу на этой площадке, признав ее экстремистской. Понятное дело, что официальная реклама запрещена, и официально мы не можем перевести какие-то деньги мета, чтобы крутить рекламу. Это является достаточно жестким нарушением закона. Но мы еще не понимаем, как закон будет регламентировать предпринимательскую деятельность в самом Инстаграм в текущих реалиях. То есть, например, провести марафон – это предпринимательская деятельность. Но при этом от нее ничего не зарабатывает Инстаграм. Мы до конца не знаем, как власть будет на это реагировать. Лучше, соответственно, ничего такого не делать. Кирилл Дидинок – диджитал-продюсер и основатель музыкального издательства Дэнг Камьюзик и группы компании Дидинок Тим. Говорит, что охваты в Инстаграме у него остались на прежнем уровне. Я смотрю и проверяю, сколько просмотров у меня на сторис. Очень прикольно, очень все неплохо. И люди пользуются активно, еще с большим желанием, еще с большей жаждой. Пока площадка под запретом, скорее всего, не будет много активных, очевидных рекламных креативов. Плюс сейчас очень актуальными становятся такие площадки, как ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм. И уже там у нас вовсю идут рекламные кампании, идут рекламные проекты. Пока это все очень экспериментально и прямо в режиме реального времени. А что же с Фейсбуком? Фейсбук всегда были достаточно элитарной площадкой. Стоит напомнить, что Фейсбук никогда не был многочисленной социальной сетью в России. По-моему, на пике там было порядка... Меньше 10% населения страны сидело в Фейсбуке. Поэтому не стоит преувеличивать значение Фейсбука с точки зрения массовости. Но это всегда была элитарная площадка с интеллигентной аудиторией, с длинноформатными постами, с каким-то количеством лонгридов. Поэтому, конечно, эта аудитория, скорее всего, перейдет в два режима. Первый режим – это телеграм-каналы. И эта аудитория Фейсбука достаточно много читает телеграм-каналы, любит длинные тексты, и этот формат ей более понятен. Единственная возможность комментировать и какого-то общения, он, конечно, в Телеграме уже есть, но работает не так верифицированно и публично, как в Фейсбуке, где зачастую все-таки люди зовутся своими именами и вешают свои фотографии. Второе направление, куда пойдет аудитория Фейсбука, они пойдут на тот же самый Фейсбук, только используя VPN. Я думаю, что таких пользователей будет примерно там. 30-40% от текущих пользователей Фейсбука. Не ворцы. Для некоторых наших героев, как, например, для художницы Элен Шейдлин, у которой многомиллионная аудитория в Инстаграме, его блокировка стала настоящим потрясением. Я вчера не смогла встать с кровати весь день. Я думаю, что да, для меня это было шоком, потому что Инстаграм – это мой дом, это там, где я родилась. Я много рассказываю о том, что я человек, который родился именно в Инстаграме. Дело в том, что это ограничение уже твоего саморожения, как будто ты открыл галерею, ты вложил в нее очень много себя, ты создал там свой стиль, или ты там вырос, и потом тебе говорят, что ее сейчас уничтожат, и твои близкие никогда не смогут туда больше прийти, в этот дом. Вот. Я ощущала опустошенность. Я не понимала, почему опять нас ограничивают, даже в таких вещах, как социальная сеть, которая делится лишь картинками. Пауэрлифтер и крупный Инстаграм, ТикТок и Ютуб-блогер Кирилл Сарычев, на удивление, оказался в хорошем расположении духа, грустить не собирается и с Верой смотрит в будущее. Правда, не все его коллеги находятся с ним на одной волне. Общался ли ты там с другими людьми, кто в панике, кто в шоке? Большинство. Что сейчас вот с такими там крупными игроками, которые, в принципе, в основном только этим занимались? Ну, ты их знаешь, там, например, Гусейн, Гасанов или Ледвин, или там семейство Чекалинах. Вот именно такие инста-люди. Да, но не надо даже кому-то звонить там по телефону и спрашивать, брат, как у тебя дела. Все видно в сторис. Ребята перегоняют аудиторию куда возможно. Двукратный чемпион мирового первенства по паркуру Кирилл Колесников смог стать одним из самых популярных русскоязычных блогеров в ТикТоке. Помимо ТикТока у Кирилла хорошо развит Ютуб и Инстаграм. Сейчас, конечно же, в Инстаграм, я думаю, что вряд ли какие-то большие бренды, большие проекты полезут в сеть, которая признана экстремистской, если я не ошибаюсь, и плюс с VPN. Поэтому, да, реклама в Инстаграме точно просядит. Ее вообще не будет, я думаю. Окей, с Инстаграмом разобрались. А что же с ТикТоком? Я помню, что в том году достаточно большой промежуток времени ты был самым популярным тиктокером из России, самой большой аудитории. Как дела сегодня, когда в ТикТок нельзя выкладывать новые видео? На самом-то деле публиковать можно, если знать как. Вот, сейчас достаточно современный мир у нас, и есть огромное количество программ, которые позволяют обходить, так сказать, такие моменты. И продолжаю публиковать, на самом деле. И плюс еще есть огромное количество других социальных сетей, куда я точно так же продолжаю грузить видео. А реклама у тебя в основном российская? Или ты, в принципе, сможешь без России комфортно прожить, там, делая, там, контент, рекламу для других стран? На самом деле заявки поступали, поступают на, ну, если говорим про ТикТок, поступали и на треки, и на какие-то игрушки, на игры поступали, за рубежа также рекламы. Вот, то есть, в принципе, подвязки есть. У Вероники Золотовой, белорусской певицы и блогера, проблем с выкладкой контента в ТикТок сейчас нет. С моей белорусской симкой сейчас все супер. Я выкладываю ролики без обходных путей, без VPN-ов, без вот этих вот хитрых ходов. Но единственный момент, почему-то Россия не видит. Весь мир видит, а Россия нет. Насколько я понимаю, первое правило, чтобы сохранить свой ТикТок, это перевести свой ТикТок с российской сим-карты на какую-то другую. Как дела у Вайлджема сегодня? Это очень интересный вопрос. На него тяжело ответить односложно. С одной стороны, все очень плохо, потому что все наши планы, потому что мы в этом году вырастим в два раза, что мы возьмем еще 100 человек на работу, что мы запустим продюсерский проект, самую крутую премию, под которую мы собрали уже спонсоров, партнеров и прочее, что мы запустим с Альфа-банком большой проект по поддержке начинающих блогеров на 100 миллионов рублей и прочее, прочее, прочее. То есть там были огромные планы по развитию сегмента рынка, по развитию благосферы и так далее. Все эти планы сейчас не просто рухнули, они растворились, их нету. И, конечно же, нету прежних продаж, оборотов и прочего. Мы срезаем все косты, когда мы отказываемся от самого необходимого, от парковки, от автомобилей. Я ставлю свой майбах сейчас на продажу, чтобы позволить компании прожить еще какое-то время в ситуации, когда нету работы. Ее понятно, что не совсем нету. То есть какие-то рекламодатели что-то берут, какие-то проекты есть. Но, наверное, 90% бюджетов срезалось. Осталось совсем немного. И в этом плане, конечно, все сложно и грустно. Но в чем сладость? В том, что мы довольно адекватные ребята, мы довольно адекватный бизнес. И, как оказалось, я довольно адекватный руководитель. Я не покупал себе яхты, самолеты и прочее. Я не снимал всю прибыль с того года, например, дивиденды не распределял. И это позволяет нам сейчас на эти деньги удерживать коллектив, удерживать команду, где-то что-то сокращать. Но это не так критично, как могло бы быть, если бы мы просто остановились. Мы отказались от новых помещений. Мы студии снимали, продакшн снимали и так далее. Мы от всего этого отказались. Мы не берем сейчас сотрудников на работу. С частью сотрудников договариваемся о том, чтобы сократить им время работы и зарплаты, если у них нет работы. Но при этом сохранить коллектив. Мы пытаемся полностью или частично оптимизировать косты, которые возможны. Пытаемся договориться с арендой. Правда, как обычно, нам все говорят, что это не их проблема. Те, кто нам задают помещение. И я не вытаскиваю деньги себе. Я все оставляю в бизнесе для того, чтобы коллектив как можно дольше продержался. Какой запас прочности, чтобы сохранить штат, чтобы сохранить коллектив? Ну, если срезая некоторые косты и прочее, и если всю прибыль предыдущего года я оставляю в компании и жертвую этим ради спасения, то год мы протянем точно. Может, больше. Мы сокращаем зарплаты части людей. А у вас какая-то одна какая-то? 10% или сколько? Или всем по-разному? По-разному. Чуть больше. И если месяц-два не вернется, придется сокращать людей. Ты уже принял какие-то решения по оптимизации вашей компании? Потому что огромный офис, больше ста человек. Мы больше не покупаем с утра фруктики и всякие разные такие ништяки. Часть команд, где в меньшей степени сейчас какие-то стратегические задачи, ушли на 4-дневный рабочий день. Мы оптимизировали их зарплаты за счет этого. Мы практически ни с кем не попрощались. Просто в течение месяца ушли те ребята, кто и так должен был планово уйти. Пока мы только первый месяц живем в таких условиях, дальше будет видно. Слушай, а что происходит с блогерами, у которых в основном их заработок составляла именно монетизация на YouTube? Потому что у вас как раз таких достаточно много. Это в основном те, кто делали детский контент. Вот типа Влада Бумаги. Вот ему отрубили монетизацию. Такие блогеры, они зафиксировались на большой сумме денег заранее. И еще их доходы как бы в долларах, что сейчас для них очень даже позитивно. И еще большинство блогеров, которые делают контент понятный в разных странах, они либо уже делали контент на каналы других стран, либо вот сейчас начинают. И это ли не окно возможностей? Можно, находясь в России, как-то зарегистрировать канал на другую страну, как это происходит? То есть, условно говоря, если мой контент не связан с русским языком, какой-нибудь детский контент, я могу продолжать зарабатывать? Как правило, надо, чтобы у тебя был какой-то человечек, который живет в другой стране. И вместе с ним ты открываешь канал, публикуешь контент, продвигаешь этот контент. Либо многие дома, креаторские и тикток-дома, и всякие разные другие дома, они на VPN-ах сидят уже заранее, и это не было связано с ограничениями площадок сейчас. Они просто пилят контент для других стран. А некоторые тикток-дома решили релацироваться. Да, снова это модное слово. Эксотим, например, отправились в США. Не парцы. Одна из самых молодых наших героинь Хома или Алина Ким живет в Казахстане. За несколько лет ведения тиктока она успела собрать там целых 39 миллионов подписчиков. Представляете? Я вписывалась со своими подписчиками из России, да, они сейчас сидят через VPN, и все вроде работают у них. Если считать так, то из всей аудитории своей из тиктока у меня в России только 12%. И это ощущается на просмотрах. Но не так критично, потому что так как я раскачивала первую лодику, что с тиктокерами сейчас происходит? Нельзя выкладывать новые тиктоки, даже если через VPN мы пытались, то банят обычно. Да, я боюсь, я боюсь, надо подождать и надо подумать об альтернативных площадках. Вот это как раз, это как раз более сложная тема, когда ты был кумиром на какой-то одной площадке, и ты очень высокомерно относился к олдскульным отечественным вариантам, которые тоже очень стараются быть модными и современными, и очень стараются привлечь молодую аудиторию. Вот сейчас время переоценки. Но, кстати, было, было вот несколько дней сейчас, когда все блогеры всех русскоговорящих стран максимально активно перегоняли свою аудиторию и в Телеграм-канал, и в Дзен, и во Вконтакте, а те, кто повзрослее и поумнее, даже в Однокласснике. Джахангир Латыпов, основатель диджитал-агентства Морж, рассказал нам, как сейчас поживают, а скорее выживают блогеры поменьше. У нас есть блогер, такой разборщик, да, у него там канал, 700 тысяч подписчиков. Он про мелкий бизнес, типа, как открыть шаурму. Суть в том, что он зарабатывал в месяц на интеграциях Сбера, Альфы, там, разных там банков и корпораций, в общем, компаний 2-3 миллиона рублей в месяц. Сейчас, с начала марта и вообще с конца февраля он зарабатывает 0 рублей в месяц. Все встало, у него депрессия, он не знает, что делать, он говорит, мы в Рутуб пойдем, неужели? А в Рутубе-то алгоритмы еще сырые. Чем силен-то YouTube? Своими алгоритмами, то есть рекомендациями, как он двигает интересный контент, как он помогает новым интересным креаторам стать популярными и так, чтобы о них узнали все. А в Рутубе все-таки таких алгоритмов пока еще нет. Второй блогер, техно-блогер, да, у него там 300 тысяч подписчиков, по-моему, Тим Лайн. У него тоже все, канал стал, все интеграции с украинских компаний потребовали еще возврат денег, а российские все стали на стоп. Вот, и, соответственно, человек думает, что делать дальше, какой бизнес делать. Возможно, даже пойдет на завод. То есть это мечта 90% россиян станет реальностью? Слушай, ну я не думаю, что все так плохо будет. Я думаю, все будет работать через VPN. С отключением монетизации и с понижением количества рекламных контрактов многие не смогут содержать команды, потому что делать контент это все-таки дорого. И все это приведет к тому, что контента сейчас на Ютубе сильно меньше. Вот это уже чувствуется. То есть уже очень большое количество каналов замолчало, кто-то просто сидит, ждет, кто-то просто перестал выпускать что-то. И мы понимаем, что сейчас как минимум вот на Ютубе конкуренция у нас сильно меньше. И если ты просто будешь продолжать работать да, в ситуации неопределенности, да, с возможностью потерять площадку в целом, но в принципе, если ты просто продолжаешь работать, то ты можешь в данный момент перетянуть какое-то количество аудитории у других каналов, кто приостановил свою работу. Это первое. Второе, так как у меня помимо Ютуба есть еще сторонние проекты, сторонний бизнес, мы чуть лучше себя чувствуем с финансовой точки зрения, нежели творческие коллективы, которые занимаются только творчеством, которые, допустим, снимают только на Ютубе и живут чисто за счет Ютуба. Поэтому мы себе можем позволить условно год, полтора, два проработать в убыток и не сильно переживаем по этому поводу, потому что у нас на самом деле Ютуб начал окупаться последние года два только. То есть каналу уже скоро восемь лет и вот только там два или два с половиной года мы работаем в плюс. Все остальное время это все было чисто в минус, мы просто работали на рекламу моих проектов. И мы понимаем, что наша главная задача, во-первых, не снижать темпы и не ловить демотивацию. Самое важное, что у нас конкретно происходит, это то, что мы в пандемию сделали очень много выводов и я еще в фоне своих проектов сделал много выводов. Мы сейчас защищены с финансовой точки зрения, насколько это возможно в целом защититься. Мы не опускаем руки и продолжаем работать. И мне кажется, это самое лучшее, что мы можем делать на данный момент. А сколько у тебя человек в команде? На постоянной основе вот устроенных в штат вместе со мной 10. И еще мы там на документалке привлекаем 2-3 людей именно на проект типа на фриланс. 10 человек. Ты покрываешь же их получается сейчас из стороннего своего бизнеса и завтра прагмат. Пока что мы оплачиваемся ютубом. То есть, что у нас отрезали монетизацию, это да, конечно, больно, но все равно у нас есть рекламные контракты, все равно у нас есть рекламодатели, и мы как минимум окупаемся на данный момент. Николай Соболев, который еще 8 лет назад снимал видео, набирающие миллионы просмотров, позже понял, что пранки и контент на грани сложно монетизировать и занялся аналитикой происходящего в мире. Довольно успешно. Многие просто ошибочно предполагают, что заработок блогеров формируется за счет монетизации, то есть за счет просмотров, за счет рекламы от кукла, это сенсорно называется. Это на самом деле не имеет отношения к реальности, если говорить опять же о топовых блогеров, потому что в большинстве своего мы зарабатываем конкретно на интеграциях, а вот что касается маленьких блогеров, на которые не распределялись эти рекламные бюджеты, им сейчас сложнее, потому что они в основном зарабатывали как раз-таки с просмотров. Мой личный заработок с просмотров, то есть вот этой монетизации, чтобы ты себя представлял, Ярослав, это было где-то 10-15% от общего дохода. Вот эти 10-15% я сейчас временно гарантированно потеряю. На монетизации зарабатывают, наверное, только большие блогеры по типу ЧБД, по типу Дудя, либо там Влад А4, потому что у них огромное количество просмотров и они монетизируют свой контент и зачастую, скорее всего, у них нету желтых монет. В это турбулентное время лучше всего себя чувствуют те, у кого помимо заработков в онлайн есть и какой-то реальный бизнес. Кто бы мог подумать, ведь еще недавно мир больших онлайн денег казался таким нерушимым. у меня как у человека, который все-таки яйца по разным корзинкам держит, и я понимал, что онлайн это круто, но нужно что-то иметь оффлайн. Где-то немножко сзади это было прикрыто. Во время всей своей карьеры блогерской, я не так долго тут, примерно три года, я успела бы докопить и в принципе могу что-то вложиться, например, наземный бизнес. Почему бы и нет? Почему бы не открыть свой брендированный магазин косметики, например? Всегда встречаются люди, которые тебе задают нужные вопросы. И когда у меня был пи-популярности, когда у тебя был миллион лайков на фотографии в Инстаграм, пришла главная женщина маркетинга из Найки и спросила, вот сейчас у тебя очень большая популярность, кем ты хочешь быть, какая твоя цель? И меня это так напугало, что я поняла, что мне нужно делать что-то, что защитит меня в будущем. Меня не устраивала эта стабильность в виде популярности. Меня устраивает скорее больше такое положение, когда тебе нужно все время начинать сначала. Я вложилась очень много в свое развитие в виде обучения во Флоренции работы именно с международными брендами, путешествиями. Если я путешествую, я не деньги трачу, я пишу всем, коллаборирую с художниками, потому что это единственная возможность эти крючки зацепить. Ты можешь существовать, чтобы не произошло. Я ощущаю, что я буду существовать, чтобы не произошло. Моузи Джи или Дмитрий Кузнецов в миру основатель ювелирного бренда Моузи. Джуэлэрис мог стать не только ювелиром, но и инфлюенсером. Подружился с рэп-тусовкой, делал для ее представителей украшения на миллионы, создавал коллаборации с представителями новой сцены. Что же с его бизнесом происходит прямо сейчас? Как вы сегодня будете продавать? Потому что, насколько я понимаю, для тебя основной канал продаж был это Инстаграм, все-таки социальные сети твои, социальные сети условно вашей звездной клиентуры. Что сейчас делать? Сейчас пока полный стоп по всем проектам с артистами, по всем проектам с блогерами и так далее. То есть, просто уходим в направления, в которых мы можем зарабатывать сейчас и поддерживать вообще какое-то существование, функционирование и в плюс работать. Ты уже освоил ВКонтакте? Я там был всегда, у меня там было столько страниц раньше. В ВКонтакте большой был всегда трафик. На самом деле, мы залезли и проанализировали, что у нас там было 4-5 лет назад, когда мы начинали Инстаграм заводить только. У нас в ВКонтакте была большая активность и уже на тот момент у нас продажи ВКонтакте были импульсные, очень высокие. Выше был ценник, чем даже в Инстаграме. И мы поняли, что у нас в Инстаграме классно заходили вещи, там позиции до 10-15 тысяч рублей, а в ВК у нас были, там, средний чек был 50-60 тысяч рублей. И в основном заказывали золото. То есть, не стоит расстраиваться из-за уходящего от нас Инстаграма? Ну, как он? Он же не может уйти на 100%. Все равно, многие люди из нашей аудитории, которые есть, они там используют VPN. У нас точно так же есть европейцы, которые за нами следят, американцы, которые, люди, очень много клиентов, которые, в принципе, постоянно путешествуют по миру и там не живут уже долгое время в России, поэтому они так или иначе будут видеть и смотреть этот контент. И точно так же будут продолжать заказывать. Другое дело, что в сложившейся ситуации мы не можем продавать за границу уже 100%. Соответственно, нами сейчас принимаются дополнительные решения о расширении и влиянии на международный дом. Еще один наш герой, много потерявший от блокировки Инстаграм, Тимур Хайдаров. Один из самых известных пластических хирургов в СНГ. В его Инстаграме почти полтора миллиона подписчиков. Ну, скорее подписчиц. И что же теперь? Где брать новых клиентов? Я не могу сказать, что это часть моей жизни, то, что там я отдал свои лучшие годы Инстаграму. Послушай, да, я в него вкладывал силы, время, он, в свою очередь, отдал мне обратным, но это такая же социальная сеть, как и остальные. Будут другие альтернативы. Это, во-первых, это сейчас посыл тем, кто переживает, что остается без Инстаграма. Тикток, еще соцсети, какие-то российские, сейчас ВКонтакт тоже все ринулись. Конечно, дико неудобная, непродуманная соцсеть. Ее, возможно, модифицируют, она будет более удобна. Конкретно в моем случае я понимаю то, что меня как бы знают уже и не через Инстаграм, и, как говорит, одноименный автор, мои люди всегда найдут меня, мои люди всегда со мной. Я особо не переживаю, расстроился, но ничего страшного. Это даже будет, может быть, и интереснее, начнем все заново, но уже с опытом, понимаешь, уже есть крутой опыт, крутой кейс. Где-то 60-70% рекламодателей, судя по моей информации, они отвалились или временно поставили рекламные кампании на паузу, но стоит понимать одну особенность, в том числе и нашего, там, российского рынка. У нас большое количество компаний, которые, наоборот, активизируются во время кризиса и предлагают разные свои услуги. Например, криптобиржи, они заходят очень основательно сейчас, и в целом они готовы вкладывать даже повышенный бюджет для того, чтобы разворачивать те самые рекламные кампании. Поэтому, если кто-то не кнушается рекламировать криптовалюту, я, например, ничего плохого в криптовалюте не вижу, и она меня, на самом деле, в каком-то плане даже спасла, потому что некоторые свои распоряжения рублевые я вложил как раз-таки в криптовалюту до начала всего этого, всей этой военной операции, специальной, специальной, простите, военной операции, поэтому криптовалюта заходит. Есть еще какие-то рекламодатели, которые тоже как-то подтягиваются. И все-таки стоит понимать, что не все рекламодатели в принципе отпали. То есть основной заработок топового ютубера, это именно рекламные, грации, он в целом сохраняет какое-то хотя бы лицо, и за счет этого уже можно достаточно уверенно жить. Николай Соболев кажется слишком спокойным в сложившихся обстоятельствах. Вам не показалось? Многие переживают, ушла реклама, вот вчера мы делали интервью с эльф-торговцем, он вообще в шоке. Надо, 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 надо учесть, что эльф-торговец потерял гораздо больше, чем потерял я. Я, может быть, еще и что-то как бы приобрел, потому что у меня были достаточно удачные вложения, инвестиционные, которые были сделаны в своевременном. Поэтому сейчас на своих позитивах я могу жить достаточно долгое время и, ну, как-то не потерять уровень в своей жизни. Слушай, человек, это существо крайне адаптивное, да, мы климатизируемся к любым условиям, поэтому, ну, не будет чего-то одного, будет что-то другое, а если даже не будет, то мы что-то придумаем. Мы с эльф-торговцем не глупые ребята, и мы смогли один раз подняться абсолютно там с низов, из грязи, можно сказать. Я более чем уверен, что если даже перекроют все, я что-нибудь придумаю и выжжу. У тебя стало меньше рекламы, монетизации. Что происходит с доходом блогера? Народные субъективные бренды ушли из российского рынка, но я думаю, что сейчас время российских брендов, и мы все русские, российские, белорусские, ну, и так далее, блогеры будем помогать им как раз в Родове 20. Поэтому я, если честно, в этом плане, в ушке не заберет. Мы и в комментариях писали, тоже и в директ много где присылали, да и знакомые тоже при встрече говорили, ну, что, все, лавочка накрылась, сейчас вот пойдешь к нам работать тренером. Что-то вот в этом роде. Вот. Но на самом деле, конечно же, во-первых, реклама также будет продолжаться, также будет идти, потому что есть другие социальные сети, понятное дело, может быть, не с тем, не с той стоимостью, которая она была, может не в тех объемах, но тем не менее, она будет продолжаться, я уверен. Плюс сейчас очень хорошо, как я заметил, рекламируют ВК-клипы, в принципе, ВКонтакте, Яндекс.Зен и другие платформы, на которых это точно так же есть, и я на них уже достаточно долгое время, и у меня тоже там есть какие-то фан-базы. Вот. И рекламодатель просто сейчас адаптируется, и уже на самом-то деле мне вот сегодня и вчера тоже поступали предложения о рекламе ВКонтакте. Для тебя ВКонтакте это хорошая площадка, то есть твой контент там будет заходить так же, как в ТикТоке, например, потому что не все блогеры могут адаптировать. Вот твой контент, давай вот скажем, он не связан с языком, особенно, потому что это паркур, и он не связан, я не знаю, с тем, что ты русскоговорящий, не связан со словами, то есть это экшн. Да, 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 действительно. А на самом деле, я вот, когда еще, может, полгода назад заходил туда, как раз когда появились таковые клипы, тоже немного переживал, думал, что, возможно, русская публика немного не поймет этого, все-таки это не самый популярный жанр, и плюс его особо и не было, но на удивление, на самом деле, видео очень хорошо набирали, то есть и сейчас продолжают набирать, то есть если там видео, по-моему, около 100 миллионов просмотров ВКонтакте, представляете, это кошмар, это очень много, то есть я не знаю, я не верю, что столько пользователей есть в этой социальной сети, вот, на Тюмени, да, очень хорошая статистика у меня была, сейчас чуть-чуть похуже, но сейчас она опять набирает обороты, поэтому и подписчики неплохо растут, медленнее, безусловно, чем в ТикТоке или Инстаграме растут, но тем не менее растут. Надеюсь, что Ютуб не заблокирует, ну, а если заблокирует, смотрите, я, как остальные блогеры, не понтовался, не покупал себе крутые тачки, не покупал себе шмотки, цепи и так далее, я откладывал деньги на черный день и на данный момент я так посчитал, если я буду скромненько жить в Америке, не в России, а именно в Америке, то думаю, смогу прожить года два вообще ничего не делая. Ну, безусловно, я, конечно же, буду что-то делать, если Ютуб закроют, вот, я давно хотел попробовать себя на американскую аудиторию, буду пробовать себя, вот, наверное, с мая будем пробовать что-то делать, именно открывать американский Ютуб-канал, а если Ютуб закрывают в России, то будем делать в Рутюбе показывать, в ВК, в Телеграме наш контент. У нас есть еще план Б, то, что мы попробуем запустить несколько интересных шоу, которые попробуем продать их на другие какие-то платформы, допустим, там, Netflix, либо что-то еще. Но если там не попрет, найду какую-то работу, у меня аккаунт, как минимум, в Uber существует, и буду работать на такси. Если уже тут ничего не попрет, вернусь в Казахстан и проживу не два года, либо в Россию, а, наверное, лет десять. Я думаю, что не очень сильно потеряют наши блогеры, если они были действительно медийными, если людям было интересно за ними смотреть, все те ребята, у кого есть большой актив, все они останутся. Все так же на других площадках, таких как Telegram, наши родненькие, православные, ВКонтакте, ну и прочее. Что ты делаешь уже в наших родненьких? Слушай, ну я там очень давно, у меня еще даже, я тебе, ты сейчас просто будешь, ты сейчас будешь в шоке, но у меня каким-то, я не знаю, легшим, у меня даже одноклассники на телефоне установлены. Ты давно верил, да, в рассвет отечественных социальных сетей? Верил, да, жалко, что не это, не вкладывал в акции. Ты в это веришь, что вот как по взмаху волшебной палочки ВКонтакте расцветет? И да, и нет, в чем да, если тебе нечего есть, но вот ты не любишь рис и картошку, ты любил Макдональдс, КФС, Бургер Кинг и рестораны, и все это ушло, то как бы ты не любил картошку, рис, ты будешь это есть. Вопрос, будет ли это расцвет картофеля и риса? Наверное, нет, потому что ты не будешь идти с удовольствием и тратить все свои деньги. Если, например, отказаться от всего транспорта, не знаю, самолетов, поездов и автомобилей, скажи, пожалуйста, будет ли развиваться там конный вид транспорта? Ну, наверное, будет. Сможет ли он полностью перекрыть все необходимые тебе там задачи и прочее? Не сможет. Конечно же, УВК сейчас будет рост. Конечно же, УВК как площадка, она хорошая площадка. Но нужно понимать, что ВКонтакте это не равно альтернативы Инстаграму или Ютубу. Это не альтернатива, это скорее просто один из видов социальной сети. Их нам нужно много. Это как способы общения. Это как сказать, смотри, вот давай мы сейчас откажемся от всех мессенджеров, от всех телефонов. Будешь ли ты со своими близкими общаться так же регулярно, пересылая им письма? Ну, наверное, ты не будешь писать письма, но, скорее всего, это будет же делать не так часто, как ты это делал, не знаю, там писаем в Телеграме или в Инстаграме или где-то еще. То есть, вот это важно понимать, что не будет такого, что у тебя было там 10 миллионов подписчиков в Инстаграме и вдруг эти 10 миллионов перебежали во ВКонтакте, в ICQ, в Телеграм, в Япе или куда-то еще. Так, к сожалению, не работает. А есть у вас какие-то, может быть, уже примерно понятные там цифры, вот, насколько можно перелить подписчиков из Инстаграма, ВКонтакте или в Телеграм? Не более 10 процентов. Переливается из одной соцсети в другую, неважно откуда, куда. Из ТикТока в Инсту, из Инсты в Телеграм, из Телеграма в ВК, плюс-минус, это вот такая цифра, если мы говорим про быстрый перелив. Наверное, со временем переливется процентов 15-20. Но важно понимать, что люди в соцсетях идут не просто за человеком. То есть я не просто хочу на тебя подписаться, а я хочу подписаться на твой контент. Если ты Ютуб-блогер, то я смотрю твой контент в Ютубе, и чаще всего я смотрю не из подписок, а либо у меня в избранном, либо это попадает в рекомендации. То есть это сложная система рекомендаций. Это, наверное, самое важное, что есть в социальных сетях. И, к сожалению, ни во ВКонтакте, ни в Рутубе, ни в Япе, ни в других российских соцсетях нет таких систем-алгоритмов. Просто потому, что это вопрос большой команды, больших инвестиций в ресурсы, в технологию и вопрос времени. Ютуб строился сколько лет? Сколько ресурсов было вложено? И это общемировая история. И думать, что мы в России можем за даже полгода сделать то, что Ютуб сделал за 15 лет? У нас, во-первых, денег столько нету и людей таких нету. Настолько много высококлассных специалистов дорогих. У нас такого сейчас нету, которые понимают в видео, в технологиях, в каких-то подобных вещах. Это сложный продукт. К сожалению, нельзя просто взять и думать, что, а, ну раз Порше и BMW и Мерс ушли из страны, то теперь-то наконец-то наши Жигули научатся ездить так же, как эти автомобили. Через два месяца мы выпустим Жигули Каен. И вот он наконец-то или Жигули Тесла. К сожалению, это не так работает. Или, как некоторые пишут, что, ну вот, Макдональдс уйдет, и мы его заменим наконец-то нашим продуктом. Ребята, простите, пожалуйста, не замените. Так не работает. Потому что мы живем в глобальном мире и в глобальном рынке. YouTube развивался не потому, что это американская соцсеть, а потому, что это глобальная соцсеть, существующая на разных языках, на разных площадках, с разными людьми, с разными технологиями. И в этом крутость. Но у нас нет альтернативы. И я на самом деле благодарен ВКонтакте, что они идут к авторам, они общаются с авторами, пытаются помочь, они пытаются что-то придумать. То есть у них не только есть бизнесовая часть, но они сейчас довольно приятны в общении, в рамках поддержки авторов. И, конечно, авторам лучше хоть что-то, чем ничего. Для кого сегодня ВКонтакте? Слушай, у ВК сейчас, мне кажется, возможность, одна, это развитие короткого видео, ВК-клипы. И вот этот формат более-менее понятен. Длинные видео с трудом пока верю, технологически я не понимаю, как ВК это будет делать. В целом, ВК-клипы неплохой продукт. Там есть много нюансов, которые нужно улучшить. В идеале бы ВК-клипы вывести в отдельное приложение, а не как сейчас, когда это какая-то пятая там нога у всего ВК, то есть это приложение в приложении. То есть хотя бы кнопочку вытащить. Ну вот, например, у вас есть Дима Масленников в Элджеме, у него такие видео по часу, документальные фильмы. Ему куда вот перейти лучше? Ему в любом случае придется оставаться на Ютубе, то есть так или иначе, плюс он, я уверен, попытается этот формат сейчас продать куда-нибудь на телевизор, и телевизору нужен такой контент, он очень серьезный. Конечно, мы попробуем что-то придумать с ВК, но пока что тяжело представить, как это будет, как работать будет рекомендательная система. Опять же, нужно понимать, что это не просто там 10 миллионов подписчиков на Ютубе, это еще и огромное количество людей не подписанных, но смотрящих в рекомендациях по интересам, в тренды выпадающие и так далее. Вот всех этих там дисковеров трендов или дисковеров челленджей, всех этих систем рекомендаций, их сейчас не существует и в том виде, в котором нужно. То есть они есть кое-какие, но это сложный продукт. И если мы говорим опять же про замену, замены не существует. Если мы говорим про то, что ну надо хоть что-то кушать и как-то существовать, конечно, ВК это площадка. Рутуб не уверен. Рутуб для меня это такой бесплатный онлайн кинотеатр. То есть там профессиональный контент, который никто не смотрит. Вот я так это вижу. И мне сложно представить, что Рутуб будет иметь трафик. У ВК в этом плане большой плюс, что у них существует исторический трафик, у них существует историческая аудитория. То есть если я когда-то пользовался ВК, я пошел восстановил доступ, я снова им пользуюсь. То есть есть вот этот момент. ВК клипы хорошая площадка? На данном этапе? Или она тоже сырая, как Рутуб? Если сравнивать с Рутубом, ВК клипы это суперплощадка. ВК клипы это достойный продукт. У них много есть недоработок, много есть того, что не ок, если сравнивать с ТикТоком. Но это все равно продукт хороший. То есть это вещь, которой можно пользоваться. Это вещь, куда можно выкладывать, смотреть. Там много доработок нужно сделать. Я постоянно им какие-то там даю свои советы, рекомендации. И не знаю, слышат или нет, но я понимаю, что есть что улучшать. Но в целом это такая более-менее достойная альтернатива. А там есть какая-то монетизация? Пока нет. Ничего нету, да? Пока нет. Ты знаешь, мне кажется, это большая ошибка ВК не монетизировать контент. Они сообщество уже начали монетизировать. И я уверен, что они начнут... Вообще, вот история Ютуба, да, это монетизация контента, да, когда они делятся, шерят доход. Это вещь, которая удерживает огромное количество авторов и делает контент более крутым, профессиональным. К сожалению, ТикТок до сих пор этого не сделал, хотя они обещали. У них пока что ущербна история с монетизацией. Я считаю, что история шер-экономики с твоими авторами, с теми, кто делает контент, очень правильная. И я уверен, что если, например, ВК... Понятно, что рано или поздно... То есть я не верю в сценарий Китая, Кореи и прочее, когда полностью там фейерволл закрывает все интернет, там, соцсети, и мы больше... Мы там отрезаны от мира, у нас нет внешнего интернета. Я в это не верю. Я уверен, что рано или поздно вернут Инстаграм, если Ютуб сейчас забанит его, вернут, вернут Фейсбук. Я верю в некое... Даже если не здравомыслие, наверное, вопрос в экономику и в бизнес. Потому что то количество, там, сотни тысяч малого бизнеса, которые подохнут вместе с закрытием Инстаграма, они не выживут на одном ВКонтакте или Рутубе. То есть им необходимо, нужно будет другие площадки. И если в Китае с их, там, полтора-двумя миллиардами населения внутренний рынок огромный, с огромными возможностями, то российский рынок не такой большой, к сожалению. А, и российский интернет не такой большой, если, опять же, сравнивать его, там, с общемировым или с китайским. И мне кажется, это не позволит, как бы некоторые не хотели, не кричали, что давайте мы все закроем и сделаем все свое, нам, ну, сама экономика, само население не позволит так сделать. И мне хочется верить, что рано или поздно все разблокируют, все вернут, и тогда, если так будет, у ВК, у Рутуба, у Япи, у других есть какое-то время, вот там, непродолжительное, как мне кажется, что они должны успеть удержать аудиторию и придумать что-то, что будет лучше, чем у других. Монетизация трафика это одна из вещей, которая будет преимуществом. Вот если мы говорим про окно возможностей, вот как раз у них окно возможностей. Не у нас, у всех, у нас... Тебя это раздражает, позиция людей, которые пишут в социальных сетях про открывшееся окно возможностей? Я считаю, что это несусветная глупость. Знаешь, это как вот идешь где-нибудь по улице и валяется у помойки спившийся несчастный больной бомж. Лежит, ему очень плохо, вот он голодный. Ты к нему подходишь и говоришь, слушай, вот как у тебя дела? Он говорит, супер, потрясающе. У меня такие возможности сейчас, окно возможностей, потому что смотри, я могу все, что угодно начинать делать. Вот я примерно так же это вижу, то есть когда забрали как раз все возможности, нет возможностей. Окно возможностей есть тогда, когда растет рынок, когда растет потребление, когда растет аудитория. Вот это возможности. Когда ты, совершая ошибку, ты можешь сделать другую, и ты не помираешь. В то время, когда ты даже без ошибок чувствуешь себя плохо, это не окно возможностей. Кто-то выживет, конечно, конечно кто-то выживет, кто-то сделает новый бизнес, но мы же говорим про большинство. Ты веришь в рассвет ВКонтакте? Я думаю, что возможно все, особенно в условиях монополии. Я думаю, что так как однажды ВКонтакте уже был социальным лифтом и был площадкой для популяризации и музыкантов, и будущих блогеров, таких как Рома Жолот, например, все возможно. Но также я думаю, что вот сейчас нужно время нашим родимым площадкам для того, чтобы раскачаться, а как только они раскачаются, все блокировки снимут и вернутся западные конкуренты обратно к нам на рынок, и как раз таки бренды тоже все вернутся. А блогеры что? Блогеры, они должны не унывать, и мы их всячески поддерживаем на то, чтобы они занимались сейчас развитием своей аудитории, развитием креативов и сублимировали все стадии стресса в создании контента. Насколько я понимаю, типа паттерн использования контакта вот на данный момент, в основном люди его используют просто как мессенджер на самом деле. То есть типа в Москве как-то так, ну, все вот сидят в инстаграмах, там в телеграмах и прочее, а если уехать в регион, то там как бы контакт довольно часто используют именно просто как, ну, типа как чат. Там есть какой-то свой круг друзей, условно говоря, там пара групп, пара сообществ, в которых ты смотришь там, не знаю, какие-нибудь мемасики и новости и все. Ну, прям лентой, вот как это сделано в инстаграме, там в ютубе и так далее, мало кто пользуется, просто потому что там алгоритмы довольно старые, они довольно странные. Есть, конечно, ребята, кто развивают ВК, но к текущему моменту ВК просто не выдерживал такой нормальной человеческой здоровой конкуренции по сравнению с тем же самым тиктоком, инстаграмом, ютубом и так далее. Понятно, что там аудитория есть, понятно, что там какое-то потребление контента есть, но существовать блогеру ВКонтакте довольно сложно просто потому, что в первую очередь ты это нормально не монетизируешь, у тебя рекламных контрактов просто там не будет хороших. И сама монетизация от площадки, насколько я знаю, невысокая. Но понятное дело, что сейчас, если будут большие проблемы у всех иностранных соцсетей, для ВКонтакте это очень хорошая возможность и нарастить аудиторию, и предложить блогерам какие-то интересные условия для того, чтобы там люди, собственно, выкладывали свой контент и чтобы как-то развивать эту соцсеть. Я любила очень эту социальную сеть. Вообще, как я стала популярной, я стала популярной не в Инстаграме, а именно ВКонтакте. Моя первая аудитория находила меня там. Я не знаю, какой он сейчас, с ним нужно заново знакомиться, меня тоже там давно нету. Я думаю, что можно попробовать ВКонтакте, потому что все-таки это как приехать в свой родной город, из него можно что-то построить, там можно сделать ремонт, все зависит от комьюнити, которая сейчас будет что-то изменяться, смотря в каком направлении это будет двигаться. Если это станет чисто государственной историей, то это будет лишь какой-то маркетингный ход, сейчас перекинуть всех в одно место, чтобы еще утрамбовать в коробочку. ВКонтакте называют такой небезопасной социальной сетью, это ее может прочитать любой участковой полиции и все прочее. Я думаю, что участковой полиции точно нет, но у ФСБ, наверное, будет возможность по запросу получить данные. Да, ну, я думаю, что за лайки никто сажать не будет, но за высказывания вполне себе штрафы будут прилетать. Не форцы. Хома начала осваивать российские соцсети буквально на днях. Интересно, какие впечатления у молодого таланта? Ты понимаешь, что значит там вот это добавлять друзья? Я... Тебе понятно, что там происходит в ВКонтакте вообще? Я в данный момент только создала беседу и как раз таки все там сидят. Нет такого, что неудобно в ВКонтакте? Ну, непривычно. Ты знаешь, что ВКонтакте раньше граффити рисовали на стенах? Ты знаешь про это? Нет. А Дуров, верни стену, ты не помнишь, да? Дуров, верни стену. Не знаешь мем? Нет, нет. Слушай, а чем вот, чем как ВКонтакте он цепляет? Ты как новый человек, мы-то по большинству люди, так скажем, кому за 25, мы вспомнили ВКонтакте, потому что мы в нем сидели 10 лет назад. Ты как человек новый там, вот что можешь рассказать про площадку? Ну, я только заметила паблики очень интересные. Интересные? Можно так? Да. Просто многие считают, что ВКонтакте отстой полный. Я еще не успел свой цепень. Кстати, ВКонтакте сейчас активно работают с популярными блогерами, пытаются привлечь их к площадке, помочь освоиться. ВКонтакте мы пока не пользуемся. У нас назначена встреча с ребятами из ВК и с обсуждением того, что там можно сделать и что мы можем предложить как творческий коллектив площадки и что площадка может нам предложить. Но понятное дело, что абсолютно все соцсети мы сейчас очень пристально, внимательно изучим, попробуем найти какие-то форматы, которые для этой соцсети могут быть интересны и для тех людей, которые в этой соцсети находятся. И будем принимать какой-то дальше, ну, дальнейший план работы. Конечно же ВКонтакте будет всячески датировать блогеров, ютуберов, интересных создателей контента, который будет переходить на ВКонтакте. Плюс ко всему не стоит забывать, что ВКонтакте уже есть достаточно большое количество аудиторий. И, конечно, блогеры прежде всего пойдут за своей аудиторией, где их смотрят. Поэтому действительно я оцениваю перспективы ВК гораздо выше даже как видеостримингового сервиса, нежели чем перспективы Рутюба. Плюс ко всему ВКонтакте скоро настроят свою монетизацию и вообще станет оладушком и молодцом. Но приведут ли блокировки и ограничения зарубежных сервисов к расцвету российских социальных сетей? Если мы считаем, что запрет ведет к какому-то расцвету, ответ – да. Также мы скоро увидим расцвет высокопроцентной ипотеки, мы увидим расцвет российского автопрома и мы увидим расцвет русской моды, потому что ничего другого у нас не будет. Если так смотреть, то действительно время возможностей. Ты думаешь, люди правда вот ринутся в отечественные социальные сети или все-таки VPN будем пользоваться тем же самым? Я думаю, что VPN все тоже будут баниться. В Китае все это замечательно забанилось и только там ну 10% трафика наверное уходят на запад. Мы уже отрезаны от интернета, нас отрезали от западного и сейчас большинство трафика идет через Китай. Так что тут уже дело несколько месяцев, когда у нас будет суверен интернет. Нет еще четкого понимания, как работать именно ВКонтакте, ВТелеграме. Я вообще, если честно говоря, не сильно верю в возрождение ВКонтакта. В Телеграм верю, да. Очень перспективная сильная социальная сеть. Одноклассники свои ты не оживил? Одноклассников у меня никогда не было, но сейчас опускается большая маркетинговая компания Одноклассников. Сколько я знаю, многим блогерам они заходят. И это на самом деле достаточно забавный периодик. Я бы с удовольствием завел свою страничку в Одноклассниках. Я считаю, что это прекрасно по поводу каждого блогера. То есть ты видишь окно возможностей здесь? Да, я не вижу окно в руку, но я вижу окно возможностей в Одноклассниках теперь. Рекламодатели всегда с огромной неохотой приходили в Одноклассники и делали какие-то там рекламные кампании. Я думаю, что сейчас Одноклассники тоже восстанут из пепла и какие-то рекламные кампании будут проходить там. Как ты Телеграм сегодня оцениваешь? Телеграм это классная площадка, но это не социальная сеть. Там невозможен виральный контент, невозможен виральный рост, там невозможно видеосмотрение нормальное. То есть это просто большое количество пабликов и друзей. И в Телеграм там есть большая проблема. Чем больше мы подпишемся друг на друга, тем меньше мы будем вовлекаться. Потому что аудитория а, размазана по куче пабликов, б, потому что очень много контента ты не можешь это смотреть, контент не может куда-то встраиваться в челлендж или в общую линию чего-то или вторую серию. И ты понимаешь, что как бы охваты они не такие космические. И Телеграм очень, конечно, хорошая площадка и достойная. И я надеюсь, что его не забанят, хотя я уже ни в чем не уверен. Мне кажется, что, учитывая слухи, что ICQ сейчас вернут, то возможно его вернут и под бан Телеграма. Действительно Телеграм для рекламы очень слабая площадка? Конечно, конечно. Это не супер большие деньги, это не супер большие чеки. Если сравнить с Инстаграмом, это в десятки раз меньше? Да. В десятки раз меньше, чем в Инстаграме? Да, конечно. И в Ютубе? 100%. Но опять же, как минимум вопрос охватов. И в Инстаграме в Ютубе ты можешь найти много блогеров, у которых есть миллионные охваты на один пост или один ролик. В Телеграме пабликов 10 миллионов охваты, не СМИ, которые обсуждают актуальные какие-то вещи, да, а вот мы говорим вот контентных пабликов, да я, наверное, и не знаю таких. Пару блогеров приближаются к сотням тысяч просмотров на свои посты, но это пока хайп идет. Телеграм хорошая площадка для рекламы, потому что ряд телеграмщиков таких со стажем, когда туда начали приходить большие блогеры из Ютуба, из Инстаграма, писали, что вы здесь ищете, тут рекламных бюджетов вообще нет. Я за неделю заработал с Телеграмом больше, чем я зарабатывал с мониторизацией за месяц. Я не знаю, о чем они говорят конкретно. Я не считаю, что это имеет отношение к реальной жизни, потому что с Телеграмом очень часто рекламируются каналы Телеграма, да, и сколько бы там подписчиков не пришло, в любом случае после такого притока аудитории естественно там будет реклама хотя бы между каналами, она там достаточно дорогая, если говорить там про рынок криптовалют, они вообще платят на x2, на каждый пост. Поэтому, я не знаю, каких экспертов ты приглашаешь, я могу тебе только советовать в следующий раз, когда захочешь пригласить какого-то эксперта, позови меня. Но это эльф-торговец был, подожди, это был эльф-торговец, он видимо не шарит. А эльф-торговец? Не, ну может быть, когда ты смотришь настолько там глобально, да, может быть, когда ты размышляешь в рамках целого рекламного агентства, там немножечко по-другому, по-другому строится логика, но тут смотри, о каких суммах мы говорим, как источник для заработка, Телеграма отличная площадка, там можно заработать полмиллиона рублей, миллион рублей, два миллиона рублей, там можно заработать. Возможно, 50 миллионов рублей в месяц, оттуда ты, как бы, вот сейчас, в данный момент времени не выяснишь. Но это, как бы, категория размышлений, действительно, Ярослава Андреева, мы, как бы, говорим про рядовую блогеру. Так-то, да, Телеграм пока что не адаптирован окончательно, но этот процесс должен случиться, и там все будет замечательно, потому что сейчас у Павла Дурова нет другого пути, кроме как создать конкуренцию мета, и у него есть все шансы это сделать. Ты думаешь, там будет лента подобная Инстаграму, видео можно будет смотреть более удобно? Я думаю, да. Сколько стоит у тебя реклама в Телеграме сейчас? Тысячу долларов. Но это меньше, чем у тебя в Ютьюбе стоит. Ну, Ютьюб я создал 8 лет назад, а Телеграма 7 дней назад. У них были планы сделать свою ленту в Телеграме, и даже были случаи про сторисы. Я думаю, если это произойдет, конечно, это будет прям рывок по Телеграму, и он, наверное, станет прям социальной сетью номер один. Ну, а пока из того, что мы имеем, я считаю, что нет, одним Телеграмом тут не обойдешься. Сейчас массово блогеры переливают аудиторию в Телеграм, ВКонтакте. Ты этим занимаешься? Нет. Я представила на секунду, на что будет похож мой Телеграм. Там и так настолько много пабликов, я просто не смогу никого найти, потому что я считаю, что Телеграм — это не социальная сеть, все-таки это мессенджер, это место, где ты общаешься со своими близкими, либо у тебя есть отдельные папочки с чатом о работе, и одно какое-то новостное издание, которое объединяет новости со всех форумов, так что я не вижу смысла переливать аудиторию. Ну, Телеграм мы сделали, мы за неделю там сделали почти 100 тысяч аудиторий, там как-то сам собой появился вот формат Телеграма, абсолютно непонятно, что с ним делать в дальнейшем, и как дальше конвертировать эту аудиторию в какие-то ресурсы и деньги, но пока что делаем. Конверсия с перехода блогера в Телеграм это от 5 до 7-8 процентов, и то, если он делает это постоянно, переводит аудиторию, из всех площадок и прочее. Если говорить про цифры, то есть если у вас был миллион подписчиков в Инстаграме, и вы крайне активно промоутируете переход аудитории в Телеграм, то у вас будет 50, 60, 70 тысяч. Аудитория Телеграма в России увеличилась примерно на 30-40 процентов, тем самым Телеграм впервые по аудитории обошел WhatsApp, я считаю, что это большое достижение, Телеграм действительно великая компания, очень удобный мессенджер, очень качественный продукт. Вот, кстати, простой тебе пример. Миша Литвин, он начал сливать свой трафик в Телеграм, и когда его Телеграм пробил отметку 200 тысяч подписчиков, ему уже сходу предложили 10 миллионов рублей, чтобы выкупить этот канал. То есть ребята, я думаю, меньше зарабатывать не будут, и как бы они очень хорошо переливают свой трафик. Допустим, я слышал, что Гусейн там устроил конкурс какой-то большой с переходом из Инстаграма его в Телеграм, и как бы получил тоже хорошую долю трафика. Поэтому ребята шустрые, быстрые блогеры, они как бы моментально отреагировали на эту новость и переливают трафик. Насколько меньше бюджеты вот в Телеграме, чем в том же Инстаграме? Скоро все бюджеты будут там, и мы готовы к тому, что рынок снова возвращается на 5 лет назад, и все возвращается на 5 лет назад. Как переводить своих подписчиков из, допустим, Инстаграма или Ютуба в Телеграм или ВКонтакте? Смотрите, я, во-первых, это слишком поздно начал делать, я только начал качать свой Телеграм накануне этих всех событий, в крайнем своем выпуске, я начал качать свой Телеграм-канал за счет эксклюзивного контента. Мы в целом хотели создавать и будем создавать свой второй канал, и группу ВКонтакте будем максимально вести. Я советую, так как это не особо хорошо работает, ну, лично на моем опыте, то есть из Инстаграма, я там говорю про свой Телеграм-канал или группу ВКонтакте, не особо много людей подписываются. Я думаю, что нужно заинтересовать свою аудиторию, чтобы люди реально подписались каким-то эксклюзивным контентом. то есть ты снимаешь какой-то контент в Ютьюбе и эксклюзивчик оставляешь для Телеграма и для ВКонтакта и желательно, чтобы это был эксклюзивчик разный, чтобы и туда, и туда подписались, чтобы у зрителей был стимул. Но есть ли смысл переманивать аудиторию в Телеграм? Возможно, и его скоро заблокируют, да что уж там, и Ватсап до кучи. Ватсап это до недавнего времени самый популярный мессенджер в стране и заблокирует его, действительно, парализовать огромное количество коммуникаций между людьми. Поэтому я думаю, что его не заблокируют. Что касается Телеграма, на мой взгляд, тоже не заблокируют, потому что Телеграм достаточно лояльно относится к различным запросам государства, блокируют запрещенные в России организации, блокируют Телеграм-каналы оппозиционных полицей, а экстически готов с властью вести диалог. Поэтому мое мнение, что его не заблокируют. А что же будет с Ютубом? Учитывая большой риск того, что Ютуб забанен в ближайшие пару дней вслед за Фейсбуком, Инстаграмом, не уверен, что это та площадка, где надо начинать. Правда, не уверен, что и ТикТок та площадка, где сейчас надо начинать. Но надеюсь, сейчас его в итоге откроют заново и все заработает. Ну вот Инстаграм, его запретили, через VPN все равно он работает. Просмотры... VPN — это 10, 15, 20 процентов трафика ровно до того момента, пока все VPN не закроются бесплатные, а люди платные покупать за доллары не будут. Как только происходит усложнение, тебе нужно поставить VPN, VPN платный, VPN за доллары, тебе нужно как-то его оплатить. Как? Невозможно, потому что нету визы и мастер-карт. Мир не принимают. Давай ищи. В эти моменты у тебя большое количество людей будет отваливаться. Так или иначе. Останется ли какая-то аудитория? Останется. Будет ли она большой? Сомневаюсь. Многие люди не совсем понимают, что такое отключение монетизации на YouTube. Блокировка монетизации идет только исходя из трафика российских зрителей. То есть вне зависимости, где ты создал свой канал. Если у тебя аудитория разная, не только из России, а допустим из России, как у меня, из России основная аудитория 60 процентов, Украина, Беларусь, Казахстан, США, и другие страны, только 60 процентов российских просмотров у меня временно не монетизируется. Потому что в YouTube в письме было написано временно заблокировано. Поэтому если ты даже создал свой канал в России и ты русскоязычный блогер и у тебя просмотры из разных стран, а это зачастую так и есть, то как минимум какой-то процент монетизации у тебя все равно приходит. Ты видишь перспективы для твоего контента в ВКонтакте, в Рутюбе, в Телеграме. Ну, YouTube еще не закрыли, давай так, YouTube еще живем. Опять же, по моей информации, в ближайшее время его закрывать вроде как не планировали, иначе его уже прикрыли. Вместе с Инстаграмом сделать это было крайне легко. Просто стоит сейчас понимать, что специальные операции скорее всего переходят в какую-то завершающую фазу. По моим прогнозам, опять же, в течение месяца полутора, максимум, не знаю, двух, она закончится, и после этого скорее всего вот эта инфоповестка про то, что блокируют западные социальные сети, она немножечко должна поутихнуть. Поэтому есть весьма серьезное ожидание, что YouTube выстоит как бастион и останется на территории России хотя бы на какое-то время, потому что в будущем, безусловно, опять же, вследствие того, что я говорю, вследствие изоляции от западной, инграции с Китаем, мы будем пытаться создать свой суверенный интернет. В какие сроки это будет исполнено, непонятно. Если интернет все уверенным станет, то, естественно, о YouTube мы сможем забыть надолго. Существует множество разных других площадок. Я в первую очередь рассматриваю Telegram, там уже около 100 тысяч подписчиков, я неделю назад его создал. И ВКонтакте тоже можно рассматривать как площадку для выкладки больших длинных видеороликов. Единственное, что Мейл.рук.рук. Я бы советовал срочно что-то сделать с функционалом, для того, чтобы этот ВКонтакте не был похож на какой-то вещевой рынок или овощной базар. Сейчас куда заходишь, просто мы даже не разобраться, а что, где. Это превратилось в какую-то солянку из разных услуг. Пока что, не знаю, мне кажется, это неудобно. Варима. Гораздо более перспективно выглядит Telegram, потому что, безусловно, Павел Дуров сейчас столкнулся с такой привлекательной возможной для него реальностью. Большая рекламная кампания Telegram была проведена во всех социальных сетях в России. И сейчас функционал Telegram будет существенно развиваться. Я думаю, что в ближайшее время инвестируем прямые трансляции. Также будет разработан функционал для заливки больших длинных видео, к которым мы привыкли на YouTube. Вследствие блокировки YouTube это произойдет совершенно точно. Поэтому Telegram это наша надежда. И при этом до сих пор можно использовать VPN. Ты планируешь переезжать на какую-то другую российскую площадку с YouTube, где выкладывать именно видеоконтент? Ну, у нас есть в этом плане большая проблема, потому что мы делаем контент длинный. У нас ролики в основном это там от 30 минут и выше, а главный наш прям основной контент документалки они вообще здоровенные по 3-4 часа. И сейчас просто не существует такой площадки, куда это можно было бы выкладывать чисто в теории. То есть там типа Rutube, Яндекс.Дзен это вообще не то. Просто там и нет такой аудитории. Ну, Rutube, он мертвый, давай честно, он мертвый. Естественно. И просто нигде нет такого паттерна потребления, чтобы человек куда-то мог зайти, помимо YouTube, и провести там типа час, два, три за просмотром какого-то ролика или нескольких роликов. Поэтому мы особо ничего с этим делом не делаем, потому что просто некуда пойти сейчас в данный момент. Но на самом деле, откровенно говоря, даже если условно представить, что вот YouTube завтра блокирует, да, так же, как там, допустим, Twitter и Instagram на данный момент, то мы все равно в данный момент ничего с этим делать не будем, просто потому что, первое, у нас процент аудитории из России это 60%, 40% полуторомленного канала это не Россия. Надо понимать. Во-вторых, ну, понятно, что так как не существует конкурента сейчас в данный момент и люди, которые привыкли потреблять контент там час-два и которые заходят смотреть на какие-то длинные ролики, большие, они, ну, найдут способ там через тот же самый VPN, каким образом продолжать сидеть на YouTube и потреблять тот контент, который они привыкли потреблять. Технику вы уже закупили заранее все? Мы успели. Мы успели в 21 году сделать себе новый офис и купить себе съемочный автомобиль, купить себе съемочную технику, мы все... Я вот после пандемии, ну, сделал много выводов для того, как стоит вообще вести дела, вести бизнес и выстраивать работу в продакшене. И когда у нас появилась возможность, мы понимаем, что у нас вот сейчас есть возможность там, типа, купить оборудование на 3-4 года вперед и просто забыть про него, лучше это было сделать тогда в моменте и вот, да, сделать правильное решение. Поэтому мы с точки зрения оборудования и каких-то вещей вообще не переживаем. Мы полностью укомплектованы. Ты уже залил какой-нибудь ролик на Рутюб? Нет. Мы вот пытаемся залить, уже сутки идет. Нет, погоди, пока что сутки полезен, его не нужно трогать. Во-первых, если просто даже представить, что большое количество людей сейчас придет и начнет загружать материал на Рутюб, он просто ляжет, просто физически не вывезет. Как ты Рутюб оцениваешь как площадку? Рутюб я оцениваю как обратительную площадку, что делало руководство Рутюба за последние 15 лет с момента его создания. Это систематически ухудшало площадку Рутюб. До того, как Рутюб распространился в России, были такие времена и 10 лет до Рутюб. Представь себе. И вот, спустя 15 лет я зашел на площадку Рутюб буквально несколько дней назад и я был, честно говоря, чрезвычайно шокирован обстоятельством того, что я просто не смог найти, а где там ищут количество просмотров. Площадка для распространения визуального контента на аудиторию не предполагает счетчика просмотров. Это как? Поэтому блокировка Ютьюба мне кажется чуть ли не преступной. Потому что Ютьюб это не просто место, где блогеры могут зарабатывать деньги. Ютьюб это место для распространения общественно полезного интеллектуального научного контента. Его там очень много. Ты когда-нибудь продавал рекламу на Рутубе? Нет, конечно, нет. Сейчас вообще она появляется, запрос на нее какой-то, нет? Ну, сейчас, во-первых, вообще нет рекламы. Ну, просто в принципе, да, совсем. Азбербанк, ВТБ, они куда делись? Вообще нет рекламы. У всех полный стоп. И даже если она будет, эта реклама не будет стоить, как раньше. Потому что ты же получаешь деньги за охват. Я с трудом представляю себе, чтобы у кого-то во Вконтакте или в Рутубе было 5 миллионов просмотров. На Ютьюбе? На Рутубе. Нет. Хотя бы раз была. Нет, если честно, я не хочу показаться тубой, но я, правда, пока не понимаю, что это было. Вот видеоконтент где выкладывать? В Вконтакте или в Дзене лучше? И в Вконтакте, и в Дзене, и в Ютьюбе, и в Телеграме. Везде, мой друг, везде. Кстати, Газпром Медиа сейчас создали свое приложение, аналог ТикТока, называется Япи. Вот. Покупают туда кучу интеграций. Вчера видел у Анны Хилькевича, там, типа, заходите, разыгрываю айфоны, все дела. Ну, посмотрим, что из этого получится. Пока я, как бы, скачал его, смотрю, ну, пока слабенько, пока все, весь контент там из ТикТока. Ты пользовался Япи уже? Да, конечно, я пользовался Япи, и более того, моя компания стоит в стоп-листе у Япи, они почему-то не хотят с нами работать. Обращаюсь, уважаемые Япи, я не знаю, по какой причине вы нас не любите, или что-то еще. Я неоднократно говорил и говорю, если вы делаете подобные вещи, вот, соцсети новые, приходите к нам за консультациями. Я совершенно бесплатно подскажу, что у вас плохо, почему вы сливаете бюджеты просто мимо, что нужно сделать. Мы договоримся, то есть я предприниматель, у меня нет никого, там, негатива и так далее. И я, естественно, видел этот продукт, я вижу в них много дырок, у них даже есть небольшой потенциал, который они почему-то сейчас не хотят развивать, играют в какую-то там свою игру непонятную, кого-то закупают, кого-то нет. Я считаю, что надо всем там сотрудничать, дружить, и они вполне могут через какое-то время там выбить себе нишу, может, небольшую, но могут. А вообще, может ли вот хорошая социальная сеть быть государственной? Конечно, нет. Конечно. Ни один новый технологический продукт не может быть государственным. Это должен быть продукт голодных молодых предпринимателей, которые делают ошибки, которые ищут что-то новое, над которыми не стоит ценз, так можно, так нельзя, так правильно, так неправильно. С этими блогерами будем работать, потому что мы их любим, с этими не будем, потому что вот почему-то они нам не нравятся. Этот контент мы выложим, этот не выложим, этот челлендж можно, этот нельзя и так далее, и так далее. Чем более свободная история, тем больше шансов развивать контент. И я считаю, что если там есть какое-то государственное или около государственное или еще влияние или инвестиции, что-то еще, они должны просто дать возможности и отойти в сторонку, позволив совершать ошибки. А ты слышал про аналог ТикТока от Сбербанка? Нет, но я слышал про Росграмм российскую версию Инстаграма. Запускают в апреле Росграмм российскую версию Инстаграма и мы уже все поржали, конечно. Что-то смешно. Это смешно, но это еще раз, это как Рос Тесла, российская версия электромобиля, Рос Боинг, мы за месяц сделаем свой самолет. И мы пытаемся впихнуть вот это вот Рос, Рус в название и при этом скопировав, не докопировав какой-то продукт. Я считаю, что это неправильно, потому что мы тем самым не делаем лучше, мы на самом деле делаем хуже. Название должно быть непривязанным к чему-то. ТикТок не называется China Talk или China Instagram. Я уверен, большое заблуждение тех, кто пытается развивать патриотизм в нашей стране, что они думают, что приставка везде Рус, Рос и прочее увеличивает любовь. Так не происходит. Если ты сделаешь хороший продукт и назовешь его как угодно, его будут любить. Если потом все будут знать, что это еще и российский продукт, это будет двойная любовь. Анонсировали появление аналога Инстаграма Рос Грам. По мне это шутка и какая-то хрень. Рос Грам на мой взгляд перспективы его туманны. Скорее всего ничего не получится, потому что нужно прежде всего иметь социальную сеть не только техническую начинку, но и первоначальную аудиторию. Чтобы такую аудиторию собрать, нужно потратить огромное количество времени, ресурсов и на сегодняшний день миллиарды долларов, чтобы сделать новую социальную сеть. Поэтому, честно говоря, я думаю, что это не получится. Но может получиться у ВКонтакте. Абсолютно очевидно, что Рос Грам это просто какой-то сиюминутный хайл для какого-то частного лица, который заявил о том, что он хочет что-то создать, будучи однокурсником Павла Дурова. Но эта новость не стоит вытянного лица, эту новость не стоит анализировать, можно только посмеяться, потому что никакого Рос Грама естественно не будет, это просто какой-то моментный хайл. Что, еще и Рос Грама не будет? Надежд на светлое будущее остается все меньше. Что же делать блогерам теперь? Один из выходов для блогеров из России это улететь в другую страну, где нет и проблем с соцсетями. Но, конечно, это не для всех, потому что это дорого. Но почему бы не оттен, почему бы не попробовать? Об этом мы поговорили с Брикспейсером, художником и NFT-артистом, одним из родоначальников NFT-движения в России. Ты не планируешь эмигрировать из России, переезжать на время? Я пока не могу ответить на этот вопрос, поскольку посмотрим, как дальше пойдет. Вернее так, я уже принял свое решение, но я не могу сейчас его пока оглашать. Я сейчас нахожусь в Москве, в России и продолжу ли я здесь находиться, будет понятно в ближайшие пару недель, насколько сильно будут закручивать гайки. Но пока что, несмотря на то, что у меня есть возможность, я, как видишь, не уехал никуда. Ты знаешь, есть такая песня прикольная у Ленинграда. Начинается она со слов «Друзья все валят за границу». Друзья все валят за границу, а я, наверное, остаюсь. Я думаю, что это будет гимн оставшихся блогеров в России. Для меня это какой-то еще и очередной внутренний вызов. И, знаешь, как только все это началось, я почувствовал какую-то внутреннюю мотивацию к тому, чтобы вот пережить это здесь. Некоторые из наших героев во время разговора оказались далеко за пределами России. Так сложились обстоятельства, что я осталась в Дубае, потому что приезжала на Art Dubai и на экспо, которое проходит именно тут, в Арабских Эмиратах. Каждый день это, наверное, новый экспириенс того, что ты ощущаешь, если описывать чувство того, что может ощущать художник. В момент, когда ему говорят, что возможно, возвращение в страну может быть опасным для тебя. Так говорят мои родители, так говорит мой муж, который находится сейчас в России. И так говорят обстоятельства. Мы позвонили по красу Лампасу, одному из самых известных современных российских художников в мире. Он сейчас на Бали. Недавно сделал там самую большую каллиграфию в Индонезии совместно с коллегами из Украины. Говорит, что скульптуры отмены в отношении россиян пока не встречался. Международные проекты продолжаются. Совсем недавно две работы улетели в Соединенные Штаты. У меня планируются выставки в Арабских Эмиратах этой осенью. Я сейчас делаю несколько проектов глобальных сами по себе. Но при этом важно отметить, что позиция сейчас должна быть у каждого из нас. И моя позиция была открыта и в постах в Инстаграме, и в целом в моих работах, которые я создаю. И я все еще стараюсь не верить в историю с условной отменой России в таком медиа-формате. И я думаю, что вскоре люди все-таки поймут разницу между условно политикой и простыми людьми, которые просто живут. И наша задача в том числе это транслировать. Популярные в Инстаграме художники сейчас думают, как же им монетизировать свое творчество дальше. Нужно максимально сейчас интегрироваться в NFT и в диджитал-историю. Дубай мне это еще раз показал, так что теперь я не буду распыляться. Продавать работы на NFT-площадках звучит как план для тех, кто раньше делал большие деньги на интеграциях в Инстаграме. Но не коснется ли и эти площадки синдром отмены русских? Площадки для крипто-арта будут работать с русскими художниками? Ну, во-первых, нужно понимать, что главная площадка это Rarible. Она создана русскими. Я слышал, что OpenSea вроде как очень жестко начало себя вести по отношению к художникам и для их работы. Но насчет остальных площадок я не уверен. Плюс, имея репутацию, ну, не знаю, так, как меня называли западные коллеги-художники супер-эр, не знаю, там, художник-активист, возможно, меня это обойдет, даже если будут остальных блочить. А может быть, нет, я не знаю. Типа сейчас в ситуации, когда Россию все отменяют, нужно понимать, что порой это абсолютно глупый характер носит, потому что, когда тот же Coinbase заблокировал 25 тысяч адресов русских людей, ну, я думаю, то, что среди них были адреса абсолютно невиновных людей, которые просто хранили там свои сбережения, поэтому здесь нельзя ничего предугадать. Ряд экспертов, кстати, считают, что если все соцсети заблокируют, метавселенные вполне могут их заменить. Там же смогут показывать свои работы диджитал-художники, там же можно и работать вместо офисов. Полезная штука эти ваши метавселенные. Вот что по этому поводу нам рассказал основатель студии Post-Tripe Давид Бинтэнсена. Есть в социальной сети уже, и даже Инстаграм есть уже в метавселенной. Вы можете в магазине Oculus купить, не купить, а скачать Инстаграм и сидеть в Инстаграме в виртуальном пространстве. Вы можете смотреть Netflix в виртуальной комнате на виртуальном телевидении, YouTube, что угодно. Есть социальных сетей новых, которых до этого не было. Я бы выделил Special. Мы там сделали, кстати, выставку художников. Ты делаешь любое пространство, которое ты хотел бы, и помещаешь туда любые 3D-объекты. Люди могут ходить, смотреть, общаться. Есть потоковая возможность для общения, смайлики, реакции и прочие-прочие варианты. Не форцы. Я не знаю, что происходит. Я не знаю, где у этого конец. Единственное, что я точно понимаю, мы справимся. Рано или поздно все мы, каждый из нас справится. Обязательно будет выход из кризиса, обязательно будет выход из всей этой ситуации. Мы обязательно, когда опустимся на самое дно, от него оттолкнемся и будем барахтаться во всем этом вверх и куда-то приплывем. Что с рекламным рынком? Рынок сузился вдвое. Я не теряю надежды, что эти 50-60% рынка вернутся в той или иной степени, вернутся фактически, либо они будут заменены на отечественные и китайские товары, в том числе индийские, может быть, или арабского рынка. И третье, конечно же, мы работаем на эти 50% отечественного производства, которые сейчас очень нуждаются в рекламной поддержке. Мы сейчас работаем, мы в два раза больше работаем даже сейчас. То есть, ребята сейчас у нас в офисе выходные, то есть, как бы, выходные сидят и работают. А кому сейчас нужна реклама, я не знаю, Сбербанку, кому она нужна? Банкам, недвижимость, фарма, обучающие платформы, соцсети. На самом деле, гораздо проще стало работать, потому что, понимаешь, ЦА, которым сейчас реклама просто необходима. Вы счастливо попиваете чай, пока смотрите, как загибаются конкуренты, да? Да, я пью чай, но я, конечно, делаю это без всякого удовольствия и хитства и всего этого, потому что это ужасное потрясение для рынка, но такие вещи, кризисы, они, прежде всего, выявляют сильных и устойчивых. Рынок почистится, потому что, я точно уверен, уйдет вот эти старые методы работы с грязным кэшем, все серые схемы, отсутствие контрактов. Бренды, которые остались, они работают с меньшими бюджетами, поэтому они более требовательны к размещениям, они внимательнее относятся к цифрам. И я думаю, что даже после того, как мы минуем кризис, такое состояние такой тип работы сохранится надолго, на год и на два. Блогеры все равно остаются самым конверсационным и эффективным способом взаимодействия бренда и площадки. Поэтому ценность блогеров только возрастет. В любом случае реклама будет поступать. И, как я вижу эту ситуацию, что рекламы станет еще больше у блогеров и, возможно, станет более качественная и более дорогая, потому что рекламодатели теперь не могут покупать внутреннюю рекламу, например, в Ютьюбе, то есть именно с площадки Ютьюба, которая там рекомендуется. Рекламодатели не могут делать, допустим, таргетинг в том же самом Инстаграме в Российской Федерации, поэтому блогерам, возможно, будет еще лучше. Вселенная не терпит пустоты. Ну, чем-то заполнится то, что ушло. Об этом нужно будет людям рассказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова